Как известно, Минск впервые упомянут в летописи в 1067 году, а это на 80 лет раньше, чем Москва. Кстати, там же впервые упоминается и река Немига, раскинувшаяся на 4 километра под Минском. За всю историю наша столица сгорала до тла 18 раз. В Минске растет почти 850 тысяч деревьев, и каждая четвертая из них липа. Много в столице и цветов. Общая площадь клумб сопоставима по размеру с 10 футбольными стадионами. Минский ботанический сад занимает третье место по площади среди подобных парков в Европе, уступая лишь лондонскому и мадридскому. Редкие растения собраны на площади в 96 гектаров. Белорусскую столицу любят пернатые. 61% видов всех обитающих птиц в Беларуси можно увидеть в Минске. В нашей столице на 178 тысяч больше женщин, чем мужчин. Для сравнения, это население барановичей. Интересно, что за год приблизительно четверо минчан меняют пол. Самый короткий переулок белорусской столицы – Германовский. Его протяженность всего 80 метров. Это в 10 раз меньше, чем самое длинное столичное здание, а именно Красный дом на улице Максима Танка, который растянулся на 800 метров. А по адресу площадь 8 марта вообще нет ни одного здания. Минские горцы проживают на западе города. Именно там, в районе улицы Притыцкого, находится самая высокая точка нашей столицы – почти 279 метров над уровнем моря. А самая низкая расположена где-то в пойме Свислочи в Чижовке – 177 метров над уровнем моря. Наша столица – пасмурный и облачный город. В Минске в среднем всего 27 ясных дней в году. Столько же дней в Минске и Грозовых. А вот туман окутывает город приблизительно 67 дней. Для сравнения, в столице Великобритании, которую называют Туманным Альбионом, таких дней – 45. И, кстати, осадков у нас тоже выпадает больше, чем в английской столице – почти 700 миллиметров в течение года.